А сейчас подробности этих и других тем. Лиду посетили участники автопробега «25 лет, объединяя лучшее». Он проводится в год исторической памяти и в преддверии республиканского референдума по внесению изменений и дополнений в Конституцию Республики Беларусь и приурочен к 25-летию образования концерна «Белнефтехин». Нам выпала честь принимать эстафету республиканского автопробега, организованного концерном «Белнефтехин» в честь 25-летия под названием «25 лет, объединяя лучшее». А также мы принимаем участие в возложении цветов к памятнику воинам, которые освободили город Лиду в 1944 году от немецко-фашистских захватчиков. Этот пробег приурочен в том числе и к году исторической памяти, году, когда хотелось бы напомнить каждому из жителей города Лида и жителей нашей страны, насколько хрупкая может оказаться ситуация в любой момент времени и насколько мы сегодня тоже рискуем. живя и разъединяясь между собой. В первую очередь мы хотим показать этим, что мы все годы, работая в концерне «Белнефтехин», работаем на объединение, работаем на созидание блага нашей страны. Стартовали участники автопробега 31 января в Минске у музея истории Великой Отечественной войны. За неделю они посетят 10 ключевых предприятий концерна и вместе с их представителями возложат цветы и венки к подножию памятников, связанных с Великой Отечественной войной. В Лиде автопробег встречали представителей открытого акционерного общества «Лакокраска», которое входит в состав концерна «Белнефтехин». Вместе они склонили головы у памятника пушка 76 мм и почтили память воинов 3-го гвардейского кавалерийского корпуса, участвующего в освобождении Лида от немецких захватчиков 8 июля 1944 года, который установлен на улице Качана. Почему автопробег? Организации отрасли расположены во всех регионах нашей страны. И мы посчитали важным объехать и на месте подвести итоги 25-летнего работы нашей отрасли, вспомнить все исторические памятные моменты нашей страны, особенно это касается истории Великой Отечественной войны, это тот период, когда мы смогли отстоять свою независимость, свою государственность. Ну и, безусловно, посмотреть в будущее, посмотреть на те изменения и дополнения, обсудить, за которые мы будем голосовать в конце февраля, и наметить планы, как мы вместе, как это и было в предыдущих 25 лет, будем выполнять производственные и не только социальные задачи, которые от нас ожидает страна, от которой нам ставит глава государства. Поэтому все вместе, объединяя, так же мы в дальнейшем и будем работать. Можно сказать, что сегодня автопробег перешел в свой экватор, потому что стартовал он в понедельник, сегодня мы посещаем Гродненскую землю, приехали на прекрасное предприятие, Лицкая Лакокраска, и хочется сказать, конечно, что всегда посещение наших регионов начинается, безусловно, с возложения цветов, знаменательным памятникам, которые посвящены нашим воинам-защитникам. Потому что нам, как профсоюзам, конечно, мы, говоря сегодня о будущем, подразумеваем, что великой ценностью является тот мирный труд, который позволяет нам благополучно развиваться, строить планы, думать о будущем наших детей, и ничего лучше для этого нельзя как бы соединить, чем отдавая память павшим нашим воинам, которые завоевали нам мирное небо над нашей головой. Сегодня точно мы осознаем, что мир настолько хрупок, что без нашего участия, без нашего желания сохранять этот мир, трудиться созидательно для того, чтобы обеспечивать благополучие наших семей, развитие наших регионов, которые мы посещаем и видим, какие прекрасные города находятся там, где наши предприятия являются городообразующими. Поэтому есть сегодня большая мечта для того, чтобы предстоящий республиканский референдум действительно объединил самые позитивные мысли наших трудящихся, сделал осознанный их выбор, который они, безусловно, сделают, придя 27 числа, и проголосуют за будущее нашей прекрасной страны, за ее стабильность, за процветание и за радость, которая должна присутствовать в жизни каждого человека.